МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговая информационная программа Неделя города. С вами Анна Герцовская. Уходящая неделя была насыщена событиями. О главных новостях нашего региона вам расскажут мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Смотрите в этом выпуске. Проблемы в сфере ЖКХ, а также низкое качество уборки улиц Рязани. Эти вопросы журналисты обсудили с главным прокурором региона. Рыбаки вышли на лед. Чтобы они не ушли под лед, сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. Новые технологии. Операции становятся более комфортными для пациентов. В ОКБ провели операцию без скальпеля. И полное лунное затмение. Жители различных стран нашей планеты увидели его на днях. В январе в министерствах и ведомствах региона подводились итоги прошедшего года. Очередная пресс-конференция состоялась 30 января в прокуратуре Рязанской области. Проблемы в сфере ЖКХ, повышение стоимости проезда в общественном транспорте, а также низкое качество уборки улиц Рязани. Обсуждались эти и другие вопросы. С журналистами пообщался главный прокурор региона Олег Черныш. Проблемы капитального ремонта, повышение оплаты проезда и будущее общественного транспорта. С этих тем началась пресс-конференция с прокурором Рязанской области. И на все вопросы Олег Черныш постарался дать ответ. За проведением капитального ремонта прокуратура следит постоянно и моментально реагирует на жалобы людей. Так, за 2017 год было привлечено к ответственности 87 лиц. В сфере ЖКХ, которая, по словам экспертов, является одной из самых прозрачных в экономике, за прошедший год выявили более 2000 преступлений. Коснулись и темы повышения оплаты за проезд. Прокурор Рязанской области Олег Черныш отметил, что при проверке они учли множество факторов и пришли к следующему выводу. Правильно поступили администрация Ордена. Так вот, я вам цифры приведу. По результатам финансового мониторинга и анализа, который был специалистами проведен, фактическая себестоимость одной поездки пассажира по регулярным маршрутам в городском сообщении составляет в автобусе 35 рублей 79 копеек, в троллейбусе 29 рублей 22 копейки. Это без прибыли, это только себестоимость. Поднимались и вопросы об уборке платных парковок. Олег Черныш ответил очень просто, на это в прокуратуру жалоб не поступало. Но он сам хотел бы озвучить этот вопрос администрации города. Сравнивая город Рязань с Тулой, прокурор отметил, что наш регион сильно проигрывает постоянный снег и грязь. А касаемо платных парковок он ответил просто, все по закону. Один из последних вопросов коснулся Рязанского конного завода в поселке Дивово Рыбновского района. Телеканалом «Город» было выпущено несколько сюжетов о гибели лошадей, а также о фактах жестокого обращения с ними. К тому же в социальных сетях не раз появлялись фотографии погибших жеребцов. Однако в ноябре прокуратуре никаких фактов жестокого обращения выявлено не было. В январе появились новые фотографии. Отреагирует ли на них прокуратура Рязанской области? Ну съездите сами посмотрите. Я вам искренне говорю. Я съездил, посмотрел, нормальный там лошадь. Ну вот одна или две там были лошадки, у которых по трое, по четверо жеребят были. Они, конечно, маму довели до некого истощения. Надо было, конечно, кому-то следить за этим. Есть проблемы, мы на них отреагируем. Сейчас, может быть, что-то произошло опять за вот эти дни. Мы, естественно, вчера или позавчера, когда это была публикация, мы на нее отреагируем. Уже я сегодня прям прокурору дал поручение выехать, разобраться, посмотреть. По итогам пресс-конференции прокурор Рязанской области отметил, что взаимодействие СМИ с ведомством стало куда лучше. За прошедший год по сюжетам и публикациям в средствах массовой информации было организовано 54 проверки. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Неустойчивая погода в регионе и обильные снегопады обеспечили массу проблем для автомобилистов и пешеходов. Ходить по нечищенным тротуарам не только неудобно, но и опасно. А езда по заснеженным дорогам все чаще оборачивается авариями. О снежных завалах и перспективах на будущее расскажем далее. Вывозит ли снег из города? Этим вопросом задаются его жители. Глядя на такие кучи в самом центре Рязани, трудно говорить о должной уборке. Горы снега между тротуарами и дорогами – привычное дело. Они появляются благодаря работе дворников и коммунальных служб. По традиции, одни скидывают снег на проезжую часть, а другие с помощью спецтехники отталкивают его в сторону тротуаров. Остается открытым вопрос о том, кто и как должен вывозить все эти горы снега. Многие горожане перелезают через сугробы в коротких ботинках или на каблуках, каждый день мерясь с происходящим. Бодрит? Да, по колену в воде. Шикарно. Ну а вообще в городе ситуация с уборкой снега как оценится? Очень плохая. Особенно во дворах. Выехать на машине очень тяжело. Если на центральных улицах для автомобилистов основной проблемой являются сугробы на обочине, то второстепенные улицы порой становятся вовсе труднопроходимыми. Машины не едут, а словно плывут по снегу. Парковаться в таких зонах очень тяжело. Пешеходы же страдают не только в закоулках, но и на центральных улицах. Уборкой тротуаров они остаются недовольны. Как вам? Удобно идется на каблучках? Нет, конечно. Ну насколько у нас в Рязани тротуары убирают? Редко. Ну не очень хорошо убирают. Но зато падать нягко. Рязанцы, которые приглашают в наш город своих друзей из Москвы, и вовсе часто слышат от жителей столицы открытые высказывания о том, что наш город не развивается и не получает должного ухода. Нужно нам со столицы брать пример, потому что там намного оперативнее работает техника по уборке снега. И вот такого на сегодняшний день там нет. То есть ты идешь по абсолютно чистому асфальту. Вы знаете, мы очень часто сейчас в Рязани говорим о развитии туризма. Выдают желаемое за действительное. Мы говорим о том, что Рязань развивается, мы говорим о том, что туризм развивается, но все начинается с деталей. В свою очередь на проблему действительно каждый год обращают внимание власти города. А в этот раз своим мнением на пресс-конференции, которая состоялась 30 января, поделился и прокурор Рязанской области. Олег Черныш, который ранее работал в Тульском регионе, отметил, что Рязань сильно проигрывает Туле в вопросе уборки снега. В это же время, 30 января, наш регион получил 19 новых комбинированных дорожных машин. Они предназначены для круглогодичного использования и содержания северного обхода трасс М5, М6, а также региональных дорог. Машины могут расчищать снег и перевозить инертные материалы – песок, щебень, асфальт и бетон при укладке дорожного полотна. Но решит ли это проблема на дорогах города? Возможно, количества городской техники и людей для уборки дорог действительно не хватает. В таком случае Рязань может использовать недавний опыт передачи троллейбусов из Москвы. Остается надеяться, что выход будет найден и ситуация в итоге улучшится. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Избавиться от снега в следующем году может помочь реагент под названием «Бионорт». Планируется, что он придет на смену песко-соляной смеси, которую сейчас используют в Рязани. И хоть его применение начнется только следующей зимой, мнение жителей города по этому поводу уже разделились. Рязанцы активно обсуждают плюсы и минусы реагента. Поставить точку в вопросе достоинств и недостатков предстоящего нововведения попробует Валерий Седов. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Хлорид натрия уже применяли на дорогах города около 50 лет назад. В скором времени к этому веществу был добавлен песок для лучшего сцепления автомобильных колес с дорогой. И получилась известная нам песко-соляная смесь. Со следующей зимы в Рязани начнут применять реагент под названием «Бионорт». Химических соединений в нем будет больше, а песка не станет вовсе. Это не означает, что сцепление шин с дорогой станет хуже. Реактив «Бионорт» гранулированный. Хлорид натрия, калия и кальция – это три основных элемента нового реагента «Бионорт». И по своему воздействию они похожи друг на друга. Так что будем рассматривать эту смесь на примере хлорида натрия. Какая-то опасность, конечно, в этом есть, потому что создается избыточный раствор хлорида натрия на поверхности дорог и тортуаров. Естественно, что все эти вещества попадают на материалы тех вещей, которые мы используем в качестве антикоррозионных покрытий для своих автомобилей. Здесь совет может быть только один – почаще посещать автомойки. Пешеходам волноваться не стоит. Эксперты утверждают, что реагент не вредит ни обуви, ни меховым изделиям. А вот природе он может нанести ощутимый вред. Применять реагент планируют на протяжении всей зимы, поэтому количество химических соединений в сточных водах может быть огромным. Решение этого вопроса ложится на водоочистные сооружения. После применения песко-соляной смеси весной остается много песка, которым жители города дышат еще два сезона. К тому же он забивает ливневые канализации, на чистку которых также тратятся деньги. Реагент Бианор таких следов оставлять не будет. Но с приходом весны хлорид натрия, калия и кальция будет попадать в почву. Если катионы натрия более подвижны и приносят меньше вреда почве, то хлорид аниона, конечно, больше вред приносит и растениям, и самой почве. Могут способствовать некоторому закислению почвы. Возникает важный вопрос. Так ли опасен Бианор, каким его видят окружающие? И принесет ли он больше вреда, чем песко-соляная смесь? Применение этих реактивов, конечно, с одной стороны достаточно, ну скажем, не то чтобы опасно, но нежелательно. Ну а с другой стороны, удобство наше на дорогах, это тоже немаловажный фактор. В настоящее время Бианор применяют только на улице Почтовой. Пока что никаких жалоб от людей не поступало. Полноценно его начнут использовать следующей зимой. И только тогда уже можно будет понять, чего же от Бианорда больше. Вреда или пользы? Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». За прошедшую неделю в Рязанской области произошло более 10 пожаров. Есть погибшие и пострадавшие. Однако на этой неделе горели не только нежилые дома и жилые квартиры. В понедельник вечером в Рыбновском районе сгорел пошивочный цех в селе Старолетово. Пламя было такой силы, что видно его было издалека. Для тушения пожара выезжало 9 пожарных расчетов. 29 января в 16 часов 45 минут на пульт поступило сообщение о пожаре в селе Старолетово. 9 пожарных расчетов незамедлительно выехали на место происшествия. Однако полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 20 часов 30 минут. В результате пожара повреждено производственно-складское здание на площади 450 метров квадратных. Пострадавших нет. Причина пожара. Ущерб устанавливается. Воздух села Старолетово до сих пор наполнен запахом гарем. А сотрудники МЧС продолжают свою работу на месте происшествия. Сейчас основная нагрузка легла на экспертов. Им предстоит выяснить причину этого страшного пожара, который напугал жителей всего села. Хорошо горело. С 4 часов до 9 полыхало. Было 6 машин. Тушили. Почти полностью сгоревшее здание оказалось пошивочным цехом, в котором, по словам местных жителей, работали вьетнамцы. Судя по антуражу внутреннего дворика пошивочного цеха, трудящиеся здесь не просто работали, но еще и жили, занимались спортом и, по всей видимости, совершали какие-то ритуальные действия религиозного характера. К сожалению, последнее не спасло их от пожара. Местные жители отмечают, что рабочие действительно очень весело проводили время в пошивочном цехе. Там часто звучала музыка, сверкали огни. Кто знает, может, как раз очередное веселье обернулось трагедией. Но, повторим, установить это предстоит экспертам. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За 2017 год произошло 27 несчастных случаев на воде. К сожалению, 25 из них закончились трагедией. При этом для профилактики происшествий представители МЧС круглый год проводят патрулирование водоемов Рязани и области. Летом с целью профилактики купающихся. Зимой предупреждают рыбаков обо всех возможных неприятностях. В рейде со спасателями в этот раз побывал Валерий Седов. Чуть встанет лед, рыбаки уже на воде. Толщина льда для них не всегда играет важную роль. Как показывает практика, только опытные рыболовы заранее проверяют данные о том, насколько лед крепок перед выходом на воду. А для остальных толщина замерзшей воды не играет особой роли. Для того, чтобы предупредить рыбаков о возможной опасности, сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. Рейды у нас в Рязанской области проходят ежедневно на семи участках. У нас имеется семь участков ГИМС по всей области, на самых больших и крупных водоемах, где массовое скопление людей. При патрулировании сотрудники МЧС используют судно на воздушной подушке. Для Рязанской области оно уникально. Судно за моей спиной называется ХИБУ-10. Это катер на воздушной подушке. Максимальная скорость ПВЕ 60 км в час, а по льду по 100 км. И вот первая остановка. К рыбакам, которые отважились выйти на лед, направляются сотрудники МЧС. Они проводят беседу, а в конце вручают гражданам листовку, на которой написаны основные правила поведения на льду. Как правило, рыбакам все это уже известно, но повторение мать учения. Сотрудники МЧС рассказали, что чаще всего они акцентируются именно на том, что делать, если человек провалился под лед. Инструкция в первую очередь это не поддаваться панике и попытаться выбраться на лед. То есть желательно при себе иметь средства самоспасения, так называемые, гвозди или отвертки заточенные, чтобы человек мог воткнуть их в лед и подтянуться, выйти на лед. Судно на воздушной подушке на огромной скорости летит по снежному покрову. Рыбаков не видно, хотя толщина льда сейчас 25 см. По словам сотрудников МЧС, она считается безопасной. Что примечательно, запретить рыбакам выходить на лед никто не может. Поэтому и проводятся ежедневные профилактические рейды. Вот только заядлых любителей рыбной ловли толщину льда вряд ли испугаешь. Но инструкции есть и на этот случай. Как правило, советы у нас одни – это не выходить на тонкий лед. Но если уже пошли на тонкий лед, то проверять ударами пешни перед собой толщину льда. Этот профилактический рейд можно считать удачным. За все время патрулирования нам повстречались только два рыбака. Один из мужчин уже 40 лет занимается рыбной ловлей. И он рассказал, что все основные правила поведения на льду ему давно известны. По словам сотрудников МЧС, основные проблемы начнутся весной, когда толщина льда перестанет быть безопасной. Остается надеяться, что профилактические рейды принесут свои плоды, и несчастных случаев на воде станет меньше. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рыбновском районе жители обеспокоены состоянием природных ресурсов, которые их окружают. В редакцию нашей телекомпании обратились граждане. Они на протяжении последних четырех месяцев наблюдают за тем, как мельчает большое озеро. И связано это с вмешательством человека в систему водоема. Подробности далее. Искусственный водоем в районе села Старолетово был создан порядка 20 лет назад с целью орошения близлежащих полей. На сегодняшний день озеро утратило свою изначальную функцию. Сейчас это чудесный водоем с несколькими центнерами рыбы, которые облюбовали животные, птицы и, конечно же, люди. Однако будущее этого искусственного озера под вопросом. Три месяца назад началось обмеление водоема. С каждым днем воды в нем становится все меньше. Где-то три месяца назад двое наших местных жителей решили поживиться и решили забрать вот отсюда, срезать задвижку на трубе, которая связана с этим водохранилищем. И когда они срезали, то оттуда ударил фонтан. Буквально за несколько дней озеро водохранилище на одну треть обмелело. И теперь оно постепенно теряет воду. Владимир Васильев, местный житель, узнав о случившемся, ожидал каких-то действий со стороны властей. Поняв, что никто ничего делать не намерен, он взял инициативу в свои руки. Обратился к голове Рыбновского района, который организовал выезд на место водолазов. Все дважды пытались закрыть вход в трубу специальным пластырем, но, к сожалению, ничего не получилось. Дважды Владимир Васильев обращался в правительство Рязанской области, дважды сюда приезжали комиссии. Меры были приняты и работы проводились. Однако проблему устранить не удалось. Вода продолжает убывать. Цель заключается в том, чтобы эту аварию устранить и сохранить это озеро. А озеро, вернее, этот водоем искусственный, он представляет на сегодняшний день уже определенный экологический дизайн этой местности. Он просто вписался в эту местность. Если эту воду спустить, как предлагают, и потом закрыть, то потом уже никто это водохранилище не заполнит. Проблемы вокруг этого озера появились уже давно. То плиты вывезут, которыми выложена дамба со стороны водоема, то деревья вырубят. Но все это по сравнению с тем, что происходит сегодня – ничто. Местные жители бьют тревогу и просят помочь. Конечно, для съемок этого сюжета мы выбрали не самый лучший день и самую лучшую погоду заносит нас беспощадно. Однако озеро ждать не может. Каждый день оно теряет большое количество воды и в итоге может просто исчезнуть с лица земли. Надеемся, что после нашего сюжета на эту ситуацию обратят внимание и проблема, наконец, будет решена. Кстати, реакция последовала тут же. К озеру на место съемок приехал глава администрации муниципального образования Чурилковское сельское поселение Михаил Букин. Он заверил нас, что в ближайшее время ситуация должна разрешиться. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Как сообщают жители Рыбновского района, пока никаких продвижений в сторону сохранения озера предпринято так и не было. Остается надеяться, что власти, взявшие на себя обязательство исправить ситуацию, предпримут для этого все возможное. К другим темам, на этот раз касающимся здоровья многих рязанцев. В областной клинической больнице была проведена уникальная операция. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов удалил пациенту опухоль без скальпеля, не выполнив ни единого лапароскопического прокола. Опыт подобных манипуляций на сегодняшний день имеется всего лишь у нескольких клиник федерального центра. В нашем же регионе подобная операция была проведена впервые. В конце января в Рязанской областной клинической больнице прошла уникальная операция не только для нашего города, но и для всей страны. Технология, по которой выполнялись манипуляции, является новой для современного мира и дает возможность осуществлять операции с меньшим риском для пациентов. Главный врач ОКБ прооперировал пожилого мужчину, у которого была обнаружена опухоль кишки. При этом не пришлось делать даже лапароскопических проколов в животе пациента. Операция выполнялась через естественное отверстие. Вводит специальное устройство, подключается лапароскопическая стойка, эндовидеокомплекс. И все делается вот через это отверстие. Полностью удаляется полностенно кишка с опухолью на всю окружность. И пришивается амстомоз, это сшивание концов кишки, которое накладывается в крайне неудобных условиях. Потому что действительно все операции выполняются вот через небольшой, буквально там трехсантиметровый, вот этот доступ. Там вводится и специальная камера. Через этот доступ и два инструмента, которым свет удаляется. Ультразвуковой гармонический скальпель. То есть это самая технологически продвинутая операция на сегодняшний день. Хирургия без шрамов. Новая цель развития малоинвазивной хирургии. Такая операция имеет специальное название – NOTES. В среднем по времени она занимает не больше часа, однако иногда может длиться более двух часов в зависимости от сложности ситуации. После хирургического вмешательства в тот же день пациент уже может встать на ноги. Он испытывает минимальный болевой синдром и минимальный дискомфорт. Какие-то жалобы есть в настоящем? Нет, жалобы никаких у меня. До этого Сергея Федоровича отказывались оперировать в других рязанских больницах в силу его возраста и состояния здоровья. Однако в ОКБ было принято решение о том, что для пожилого человека такого рода операция может оказаться приемлемой. После операции я хоть и до операции чувствовал неплохо, а после операции сейчас чувствую нормально. Так что спасибо всем врачам, которые делали операции, медсестрам, которые за нами ухаживают очень хорошо с моей стороны. Так что я ни на кого не жалуюсь и всем спасибо. Теперь Сергею Федоровичу предстоит дальше следить за своим здоровьем и наслаждаться жизнью. Скоро его выпишут из ОКБ. Желаю вам здоровья, поправиться и больше ничем не болеть никогда. Спасибо. Чтобы все у вас было хорошо. Здоровье каждого рязанца может в определенный момент зависеть от технологий, которые сейчас применяются в медицине. И в первую очередь от профессионализма наших докторов. Приятно осознавать, что рязанские специалисты обладают передовыми навыками и применяют свои знания для всех пациентов, которые в этом нуждаются. Анна Герцовская, Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ежегодно, начиная с 2005 года, 4 февраля в мире отмечается Всемирный день борьбы против рака под эгидой Международного союза против рака. Онкология – это та проблема, с которой ежедневно сталкиваются люди по всей планете. И для них диагноз «рак» звучит как приговор, однако есть смысл с ним бороться, начиная с того самого момента, когда человек только узнает о заболевании. Медицина в этом направлении продвинулась очень далеко, и наш мир богат на тех людей, которые избавились от рака, продолжают здоровую и счастливую жизнь. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс называется метастазом. Обнаружить его даже на ранней стадии, когда клетки еще не подверглись изменению, помогает единственная в области гамма-камера, совмещенная с компьютерным томографом. Она расположена в областном клиническом онкологическом диспансере. При этом исследовании вводится радиоактивный препарат, который распределяется в организме, и который показывает, как функционирует организм, и если есть какие-то изменения в виде сбоев в системе работы организма, каких-то функциональных сбоев, то все это хорошо видно. Аппарат уникален тем, что показывает состояние всего организма, а не конкретной области. Он помогает врачам в постановке диагноза, контроле хода лечения, а также в проверке реакции организма на препараты. Следующее чудо техники – это компьютерный томограф для разметки под лучевую терапию. Это термопластик. Мы его разогреваем вот в этой ванной. Потом он достаточно теплый, не горячий, и довольно-таки мягкий, и пластичный, пока надретый. Его накладывают на пациента, лепят по форме тела пациента. Вот здесь уши, нос, вот это все. Пластик застывает, остается вот такой вот формы. Маска нужна для четкой фиксации пациента в пространстве, чтобы пучок радиации при каждом сеансе лечения попадал в одну и ту же область с точностью до миллиметра. В программе специалисты рассчитывают его траекторию. Опухоль может разваловаться в глубине тела, и на пути проникновения, прохождения лечебного луча может попадать где сердце, где мочевой пузырь, если там. Поэтому мы должны создать так, направить пучки облучения, чтобы обойти эти критические органы. Мы составляем планы в 3D, в объеме, поэтому мы все видим. Для лечения используют различные аппараты. Если опухоль находится на поверхности, например, кожи лица, то используют рентгенотерапевтический аппарат. Максимум у нас 90% изодозной кривой идет где-то 1,3-1,5 см. Для лечения гинекологических форм рака используют источник гамма-излучения. Его с помощью трубок вводят непосредственно в организм, как можно ближе к опухоли или метастазам. С помощью этого аппарата вас нужно подвести высокие дозы именно в опухоль и оградить критические структуры, то есть критические органы, которые нормальные от переоблучения. Самым современным аппаратом является линейный ускоритель электронов. Он применяется, когда опухоль расположена в глубине организма. Аппарат вращается вокруг пациента на 360 градусов, что позволяет проводить лечение под любым углом. Высокая точность достигается благодаря КТ. Когда мы укладываем пациента на стол, мы делаем КТ и сверяем все с снимочками, которые были сделаны у нас при разметке, при подготовке пациента. Если все совпадает, все на своих местах, мы начинаем лечение. Если есть какие-то отклонения, мы, соответственно, это проверяем, делаем соответствующие корректировки и, опять же, продолжаем лечение пациента. Однако техника лишь помощник. Главная гордость областного клинического онкологического диспансера – это люди. Многие специалисты проработали в сфере онкологии уже более 30 лет. Галина Ершова, Роман Вихров, телекомпания «Город». В середине января синоптики раскрыли страшную статистику. За весь декабрь в Москве было всего лишь 6 минут, когда люди могли увидеть солнце. При этом в другие годы декабрь был более солнечным. В среднем люди могли наблюдать светило 18 часов за месяц. Конечно, это влияет и на настроение людей, но еще больше других страдают любители астрономии, в том числе и рязанские. Сейчас уже можно заметить, что солнечные дни не обходят нас стороной, а по ночам на небе можно видеть звезды и Луну. Наблюдать за последней было очень интересно. 31 января было полное затмение Луны. Съемки из разных стран земного шара были собраны в одно видео, которое появилось в сети интернет. К сожалению, жители центральной части России не могли наблюдать это необычное астрономическое явление. Полное лунное затмение произошло 31 января в 16.30 часов по московскому времени. Именно в этот момент тень от Земли полностью легла на Луну. Наша планета закрыла спутник от Солнца. Следующее лунное затмение произойдет только уже 27 июля текущего года. На этом у меня все. Вы можете следить за новостями Рязанского региона на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова